Доброго времени суток! С вами Сергей. Сегодняшний ролик моему обследованию в онкоцентре в Песочном. Все, я его закончил и сейчас разберем по подробностям. В понедельник, в понедельник 16 числа я попал в онкоцентр. Приехал где-то у меня на прием было в 12.30. Я где-то без 15-12 взял талончик. И тут такой расклад получился. Сейчас в онкоцентре очень стало много народа. Я взял талончик и я был 448 человек. К сравнению, год назад я брал талончик. Вот после работы в 5 часов приезжал. Врачи принимают до 7. Я брал талончик и бывало тоже там 400 какой-нибудь, 50-й был. Тут уже без 15-12 я был, 450-й человек. Я простоял в очереди более 2-х часов. На прием я все равно попал с опозданием, но попал. Сразу забегу вперед. В следующий понедельник 23-го числа, когда я был на приеме, я уходя в 2 часа посмотрел на табло. Там были очереди уже 300 с чем-то человек. То есть народа в онкоцентре стало много. Больше в сравнении практически в 2 раза с тем временем, когда мне делали операцию. И я обратил на то внимание, что онкология молодеет. Очень много стало молодых и девушек, и молодых людей, которые не в сопровождении, а с карточками именно стоят в очередях, в кабинетах в очередях и также в регистратуру. Ну, вот, попал я 16-го числа к Артур Владимировичу на прием. Зашел, поздоровался. Все, он меня узнал, это самое. Я ему объяснил суть дела. Подал диск с компьютерной томограммой. Он его загрузил, подождал, посмотрел. Ну, сразу, сразу это самое он нашел. Я, кстати, искал вот эту опухоль. Он мне показал на экране. Но я не понимаю в этих дисках, как там в слоях искать. И так я хотел прикрепить к видео, но не получится. Что тут сказано, это самое. Вот он посмотрел эту опухоль. Да, он нашел ее быстро, сразу. Раз это самое мне показал. Говорит, нет, это опухоль доброкачественная. Потом здесь, вот так, мне эту бумажку взял. Здесь вот в заключении в Пиколюском поставлены метастазы. И знак вопроса он сказал. Нет метастаз, здесь, говорит, рядышком нету. Ну, что, спросил я его, что делать, какие дальнейшие действия. Он сказал, ну, давай, говорит, хочешь, нашим, говорит, специалистам отдадим диск компьютерной томограммы на изучение. Спросил, как, говорит, с деньгами-то деньги-то есть. Я так, ну, думаю, наверное, на рублей 700. Я говорю, да ладно, говорю, найду это самое. Все, он меня сразу на прием, на следующий понедельник, прямо в кабинете записал на час времени. Я пошел оплачивать кассу платной услуги о диске. И я был так приятно удивлен, когда мне сказали стоимость. 2000 рублей пересмотр диска. Ну, что, были как раз у меня последние 2000 рублей с собой. Это самое УЗИТО. Но оплатил, сходил, диск отдал на пересмотр. На среду сказал, чтобы отдали. Там спрашивают, когда забирать. Я говорю, ну, давайте на среду, вторник. В вторник я поехал, продлил регистрацию временную. На том же самом адресе продлил. Цена вопроса 1000 рублей. Ну, не подают карточку, говорят, запрещают, ругают. Это самое понятное дело, что у них там народа много, как бы лишних не надо. Пришлось делать регистрацию временную. То во вторник в среду забрал диск. В среду забрал диск. Ну, и это самое. Гостил у ребят. У Андрюши, у Олега и у Юли. В гостях это самое. Чтоб не надоедать, я поехал в среду уже, после того, как забрал, обратно в Пикалево. Цена вопроса по дороге. По дороге у меня вышло 2000. То есть, два раза туда, два раза обратно по 500 рублей билет. Это самое. Когда, кстати, я приехал первый раз, это было в воскресенье 15 числа, меня встретил Антошка. Я еще так себя плохо чувствовал. С сумочкой. Ему отдельную благодарность за то, что он меня встретил. До Сертолова довез. Это самая отдельная благодарность. Потому что мне было бы тяжеловато. Вообще, по передвижению, что у меня получается. Если еду на метро, не час пик, я могу спокойненько посидеть, отдохнуть так еще более-менее. Но где-то вот полчаса хожу, мне все равно надо отдых. Тяжело-тяжело. И в метро, как всегда, классика жанра. Классика жанра. Еду я за регистрацией в метро. Классика жанра. Заходит девушка беременная. Все сразу же закрывают глаза. Типа спят. Пришлось мне встать уступить место. Ничего, ладно, не развалился. Но тяжеловато, откровенно говоря. Все мне вот эти походы получаются тяжеловато. И опять то же самое состояние у меня зависит от сна. Вот сегодня, допустим, я всю ночь провалялся. На ровном месте давно такого не было. Не было, наверное, уже... Уже, наверное, я не считаю. Но, наверное, у меня уже какого-то записано. Вряд ли я не помню, не фиксирую вроде. Но, наверное, около месяца такого у меня не было. Опять я сегодня не спал. Я себя опять сегодня чувствую плохо. Сегодня я на улице уже никуда не пойду. А на улице мне надо ходить. Получается, какой расклад? Если я сижу дома, ну, вот так вот, как вот было в январе, у меня состояние было, я практически не ходил. И получается, у меня атрофируются мышцы. И тяжело ходить. Надо так расхаживаться. Расхаживаться я стараюсь ежедневно все равно минимум полтора километра проходить. Полтора-два километра я стараюсь проходить. И все равно, знаете, вот мне не описать вот это состояние мышечной массы. Она как-то... Такое ощущение, что ты идешь и заставляешь. Заставляешь свои ноги двигаться. Нет вот такого рефлекса. Тяжело-тяжело. Дальше, что я сделал регистрацию. Заявочку оставил. В среду я утром забрал диск, забрал регистрацию, уехал домой. То же самое в воскресенье 22 числа я также выехал. Уже я порасходился, уже самостоятельно на метро все. Андрюшка меня встретил у метро «Озерков». Довез до Сертового. Ему тоже за это отдельная благодарность. Попал на прием. На прием я уже приехал в этот раз часа за два пораньше. Даже за три часа. Простоял в очереди я, наверное, минут 40. Там было 20 человек в этот раз. В следующий понедельник это 23 число. Посидел, подождал. Еще хотел зайти по поводу протезирования. Я звонил этой тетеньке, Алевтинова Владимировна, у меня в контактах. Она говорила, конечно, что тяжело дозвониться. Но я звонил два дня, я так и не дозвонился. Не люблю, когда делают вот так, поднимают трубку и ложат на стол. Я так весь свой телефонный баланс спустил. Чтобы просто ждать тишину. В общем, маленько так я в печали по поводу. Я хотел заехать, какие-то размеры плановые снимать. Также в связи с состоянием я не буду сейчас заниматься, потому что я не хочу лишнего движения. Вот это по городу мне тяжело ходить. Я хотел, да, пока я был в Питере, я хотел показаться, там все это самоотговорить, вопрос. И все равно перенести также это протезирование на осень. Но как-то они, шатлы такие, что им не дозвониться. Наверное, проще на Марс сигнал подать, чем им. В общем, от этого я отказался. Я звонил до приема к Артуру Владимировичу. После вышел, звонил. Нет, бесполезно, ничего, я не позвонил. Попал на прием. Все заключения подал. С заключением Артуру Владимировичу познакомился. Опухоль доброкачественная. Доброкачественная опухоль не трогают. Рекомендации. Через три месяца компьютерную томограмму. Но я ее как раз буду делать, наверное, получится не через три, а через четыре. Я сначала пройду комиссию МСЭ. Там, я думаю, мне еще придется побуксовать. У них же в планах было меня скинуть на вторую группу. А, на третью, я на второй группе. И иди работай. Все же разговоры были про работу. Не знаю, как они отнесутся в этот раз. Потому что мое физическое состояние, ну уж точно не до работы. Пройду комиссию МСЭ. Я думаю, там мне придется еще с ними судиться. Писать заявление в Питер. У них как они? Если не нравится, в течение месяца в МСЭ в Санкт-Петербург. Но я думаю, сделаю следующее. Я напишу в течение месяца в Санкт-Петербург МСЭ. И еще в прокуратуру. Пусть-ка их проверяют на соответствие. Врачи, не врачи. Как-то уж совсем, знаете, гнать онкобольного. Не знаю, ни статистик, ничего. На работу. Иди работай и все. Я вот этого не понимаю. Ну, в общем, потом также, наверное, с Вахов Валиевичем поговорю, чтобы сделали компьютерную томограмму. И уже покажусь, наверное, сентябрь-октябрь в онкоцентре Карту Владимировичу. И посмотрим, если какое-то движение этой опухоли есть, то тогда, наверное, под нож. Если нету, то доброкачественная опухоль не трогает. И здесь еще рекомендация. Ну, также это самое. Грудной клетки, УЗИ, брюшной полости органов. И так, сейчас каждые 3 месяца брюшной полости УЗИ. Грудной клетки каждые 6 месяцев. И остеосцинтиграфия один раз в год. Это просвечивает весь скелет. Мне Вахов Валиевич про нее говорил, что спросить, в онкоцентре делают, не делают. Нет, в онкоцентре мне не будут делать. По крайней мере, сейчас точно. Но он сказал, если что даст направление. Разберемся, ребята, это самое. Я тебе дам, если там не будут делать, я тебе дам направление. Я сейчас с ним поговорю. Лето хочу этим пока ничем не заниматься. Хочу просто съездить сейчас на дачу и восстановиться. Ну, вот так вот прошли все мои обследования. Получается новое образование. Может новое образование, может старое образование. Потому что мне эту часть полости делают компьютерную томограмму первый раз. Первый раз. И неизвестно, когда она у меня образовалась. В общем, пока под наблюдением. Такой расклад. Что еще добавить по поездке? По поездке. Туда-сюда. Накладно, конечно, мне по денежкам вышло. Но вот когда заплатил за компьютерную томограмму 2000, там врач сказал, что вот единственное, да, обратите внимание, уровень врачей, они информируют, что не выкидывайте, в конце года можно снести в налоговую и вернут. Только вот я сейчас дословно не помню, какую сумму. Какую сумму. Все ли вернут? Или как-то процент. Я вот это вот прослужил. Вернее, я не могу вспомнить фразу. Ну, в общем, в конце года попробую в налоговую снести вот эти именно вот квитанцию оплаты. Дальше я наконец-то поговорил с Артуром Владимировичем как о порядке прохождения вот этих обследований. Ну, он сказал, прохождение обследования это под наблюдением у районного онколога. Он уже решает ту или иную процедуру, компьютерную томографию или МРТ назначать. Я спросил про онкомаркер. Дословно я не помню ответ, но, в общем, это не мой вариант, ответил мне Артур Владимирович. Онкомаркер в моем случае не подходит как выявление чего-то онкологического. Что еще добавить? По денежкам, да, накладно мне такие расходы, но в следующий осень расход уже пересмотр диска не надо будет платить и не надо уже регистрацию делать. То есть минус 3 тысячи экономии будет. Съездил в Санкт-Петербург и денежки, конечно, я еще потратил. Купил вот такую себе ручку. Это на бензокосу, потому что бензокоса у меня рассчитана под две руки. Две я уже неудобно мне держать. Это будет посередине. Я заведу бензокосу, поставлю, застопорю газ и буду вот так вот косить посередине для бонусировки. Потом я купил себе еще вот такой вот лобзик. Хаммер 850 ватт. С лобзиком вышла такая целая история. Не совсем она красивая. Во-первых, я вот тут вот перед интернетом, я не пользуюсь мобильным интернетом, потому что мне это накладно. Это лишний расход, считаю. И вот тут я повыписывал на авито, я бэушный покупал. Я вообще планировал уложиться до... до тысячи лобзик. Но посмотрел все, что продают до тысячи. Тысяча, до тысячи. Там такое барахло. Его не стоит брать. Нашел объявление. Дисконт-центр. 220 вольт. Что такое дисконт-центр? Это по гарантии отремонтировано. То есть ломано-восстановленное, как я говорю. У них лобзик 1200. Ну ладно, думаю, 1200 я еще на 200 рублей. Ничего страшного побольше. А лобзик не надо, потому что без лобзика я на даче, как без последней руки. Я сейчас нажавкой-то много не напилюсь. А фронт работы у меня все равно. Мне еще и приспособа надо доделать. Под себя. И, кстати, купил саморезы с нержавейки. Был, когда в Санкт-Петербурге. Я сразу вспомнил про это, что надо зайти купить саморезы. Ну вот, про лобзик. Так как у меня выписано, я планировал до 1000 и последним выписал 1200. Вот такой вариант. Я позвонил туда. Я говорю, есть такой лобзик? А не сразу же. Нет, нету. Но у нас есть точно такой же, только в кейсе. Да, вот в кейсе лежит у меня. Это называется первая разводня. Если у вас нету такого, почему у вас висит объявление? Вообще шара гореткостная. Я так разочаровался. Ну ладно, мне все равно лобзик надо. Надо брать 1800, так 1800. Все, позвонил. Говорю, сегодня приеду. Это как раз Лиговский вокзал. Лиговский вокзал. Это Лиговский проспект. Метро обводной канал. От автовокзала недалеко. Я так рассчитал время. Это самое. Приехал. Приезжаю в 12 часа. У этого колхоза рога и какой-то. Висит на табличках. Технологический перерыв до 15.00. Я в 12 часов приехал. В 2 часа дня у меня автобус. Я что-то такое. Пошел вокруг. Там смотрю за забором. Ну у них там заборчик обгорожен. Они там проверяют бензокосы. Бензо это самое. Это сервис. Там человек стоит. Работники. А так и так. Мол. Что такое. А свет отключили. Я говорю. Что у вас такая шарага что ли. Что бензогенератор не можете себе позволить. Ну он там уже пошло. Слово за слово. Хамство. Я говорю. Позови. Говорю. Ну показывай фотографию на мобильном. Говорю. Такой лобзик хочу купить. Позови. Говорю. Не. Это барыги. Я говорю. Это не ко мне. Это там в отдел продаж. Ну то есть барыги. Говорят. Позови пожалуйста. Он говорит. Не. Там уже хамство пошло. Я тебе что-то. Швейцар что ли. То-се. Я бы просто наличку подал. Мне что-то гарантии. Это самое не надо. Ну ладно. Что делать. Я пришел на автовокзал. Сел. Автобус думаю. Ладно. Пропущу первый. Автобус уеду на втором. Уеду на втором. По состоянию я уже так и кушать захотел. Состояние мое ухудшилось. Посидел. Три часа позвонил. Да. Свет дали. Все есть. Это самое. А что делать. Канту сумка у меня с собой была взята. Сумка уже тяжелата. Я ее сдал в камеру хранения 150 рублей. Ну и еще полтинник на дорогу. Дальше это самое. Приезжаю. Смотрю. Сразу же подхожу. Говорю. Лобзик. Что почем. Что со светом у вас. А у них вот здесь вот рядом генератор стоит. Я говорю. Вам что. Бэушно восстановленное. Они так и так же заводились. Проварялись. Проверялись. Я говорю. Вам что было генератор не вытащить. Везде. Везде огрызание. Везде огрызание. Ну ладно. Говорю. Скидка есть. Что. Иди в кассу. Типа плати. Я пришел в кассу. Объясняю ситуацию. Дайте скидку. Я говорю. Я говорю. Уже лишних 200 рублей затратил. Наверное. Можно сделать скидку. А мне кассирша. Говорит. А выгод и так дисконтный берет. Лобзик. Я говорю. Во-первых. Говорю. Не дисконтный. А лом. Она восстановленный. Лобзик. А что значит дисконтный? Он у меня уже вышел за 2000. Я не планировал укладываться в это. Он мне вышел за 2000. А новый он стоит 3200. Ну какая логика. Я не знаю. Так вот на нем следов вообще эксплуатации никаких я не вижу. Есть у него лазерная указка. Положение угла 6 положений скорости и 850 ватт. По идее лобзик должен быть неплохой. Что с ним предыстория? Я не знаю. Бумок на него никаких нет. Где-то собран в Словении или в Словаке. Сейчас почитаю. Прага. В Чешской республике собран. На китайской сборке. Историю не знаю. Ну покажем как работает. Но 220 вольт вот этим дисконтом я больше там ничего не буду брать. Не очень мне понравилось. Настроение испортили. Я бегом-бегом добежал до автобуса. Уставший приехал домой. Вот так вот я прошел медосмотр. Потратил денежки. Теперь в принципе сейчас я поеду на дачу на все летнее время. Меня не теряйте. В августе, наверное, там или в июле я приеду обратно в Пикалево для прохождения. Медкомиссии перед МСЭ. А так, да, планирую сейчас провести все летнее время на даче. Ну что ж, по поводу новообразования, как всегда, ничего страшного. Меня ничего не пугает. Будем наблюдать, смотреть, что это. Что еще добавить. Наверное, на этом закончим сегодняшний видеоролик. Всем добра, здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok